Ну а геймеру из Ярославской области надоело стрелять на американских улицах, и он создал трехмерный проект родного города Данилова. Ну а его реальных жителей превратил в виртуальных героев. О русской версии игры ГТА Александр Шишко. Как без него, например, пропорции дома, знаешь, ну, даже двери. На белого человечка он смотрит всегда, чтобы как можно точнее нарисовать дом, а именно создать его 3D-модель. По ту сторону экрана Стас перенес уже практически весь центр родного Данилова. Это почти электронная карта, но работает парень над своей версией игры ГТА. Все задания, как там убить авто, вези то, территории тоже планируется, ну, чтобы у каждой территории свои банды были в городе, и тоже воевывать за его, воевывать. Какие миссии будут выполнять герои и за что получат очки, он еще придумывает. Пока же Стас создает схему передвижения людей, обеспечивает их оружием и машинами. И, кстати, русскими в том числе. Главное, если выберешь такую, потом не пожалеть. Ну, мод как сделан под реальность, ближе к реальности. Чтобы, ну, в какие в городе ездят на авто, в таких же и в моде. Ну, тоже они бьются, все взрывается. Персонажами будущей компьютерной игры станут исключительно реальные люди. Виртуальный мир автор готов поместить всех желающих. Достаточно сделать несколько фотографий, желательно в полную росту. Вы с легкой руки юного программиста превратитесь в объемную 3D-модель прохожего. Эту игру 17-летний программист думал сделать совсем простой, только для мобильных. Но собирать GTA для компьютера оказалось гораздо интереснее и в то же время сложнее. Из-за ошибок Стасу пять раз приходилось начинать все с нуля. Так, например, 3D-модель своего дома он нечаянно безвозвратно удалил. Переживания нету, что это стреляют, кровь там все. Главное дело, ребенок занят и где-то не шататься по улице, не употребляют алкоголь. На то, чтобы вместо надоевших Стасу оригинальных Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса в игре появился провинциальный Данилов, ушло 8 месяцев. Пришлось самому освоить 15 компьютерных программ. Много времени заняла работа с фото, хотя и достаточно снять только фасад. Людей жду, чтобы людей не было или машина, а так деревья приходится в фотошопе закрывать все, закрашивать. Убивать плохих даниловских парней сможет каждый, но не раньше следующего года. Из-за учебы в техникуме теперь у Стаса будет гораздо меньше времени, чтобы завершить аркаду. До конца отснять город, а главное у кого-нибудь узнать, как писать задания для героев. Александр Шишко, Александр Беглариан, Александр Попов, Вести.